Вечер, наш первый вебинар в 2018 году. С вами Фред, всех приветствую. Здесь немного, все еще празднуют, видимо, 9 января. У нас сегодня вебинар посвящен разным идеям на рынке, разным ситуациям, паттернам, все что угодно, что происходит на рынке. Если слышно, ставьте плюсы. Должна быть всего лишь презентация на экране. И перейдем уже к вебинару. Я Фред, как и сказал, трейлер, управляющий активами. Собственно, круглые сутки на рынке. Вот и сейчас сидел, занимался сделками. Рынки опять растут, почти все фондовые. И предупреждение о рисках, конечно же, у вас на экране. Это обязательно, регуляторы требуют. Организатор Admiral Markets, видите офисы и контактные данные, куда можно обращаться по любым вопросам. Отвечают очень быстро. Что я могу сказать? Давайте перейдем к метатрейдеру сразу. Не будем терять время. Год начался с роста индексов. NASDAQ хорошенько подрос. Отдельные бумаги вообще космос показывает. Вот, например, Boeing у меня сейчас на экране будет. Сегодня отчитались, не отчетность была, а просто было сообщение, что они рекорд показали по заказам джетов. На этом акции очень сильно растут. Уже давно они растут. Сегодня, сейчас я переключу презентацию. Опять же, много раз придется нажимать ОК, заканчиваются какие-то файлы. Сейчас с этим быстро справимся. Так, установить плагин. Секунду, вот он устанавливается, этот плагин. Весь компьютер, наверное, уже в этих плагинах. В плагинах. И открываем. ОК, открыть. Разрешить. И все, готово. Вот на экране у вас, ну, до Boeing еще дойдем, посмотрим, что у нас на экране. Опять же, напишите плюс, если видите. Вот Bloomberg, кстати, сейчас показывает робота от Sony. Я думал, Sony уже стих, и кроме PlayStation у них ничего нет. Ну, еще у них студия. А вот они выпустили милую собачку робота. И назвали... А, нет, пока не назвали. Собачка-робот такой. Ну, кто смотрит Bloomberg, можете увидеть. Итак, это Cross, Cross. Дальше идем. И Back, кстати, хорошо подрос. Можете посмотреть на TradingView. Как раз вовремя был дан прогноз или сделка, или видение, как угодно. Как раз в момент, когда IBEX был вот где-то вот здесь. И после этого он подрос. Ну, потому что, честно говоря, испанский индекс самый-самый отстающий из всех европейских, наверное. Ну, Греции, не считаем, там не очень высокая ликвидность. Из крупных стран от мировых вообще отстает. Ну, вот посмотрите на Мансли. Вот он здесь. Когда Америка уже побила рекорды. Седьмого-восьмого улетела просто в разы сотни процентов вверх. И Back скотируется совсем-совсем внизу и даже не пахнет рекордами. Что у нас еще? Так, австралиец. Ну, пока ничего не вижу. Очень хорошо отработали эту линию. Не пробили. У меня стоял ордер на пробитие. Ну, так и не пробили. Смотрите, как ровно. Вот в этом канале работаем. Это, кстати, Daily. Сжатый, Daily. Ну, то есть тут такой очень мощный таймфрейм. И те, кто на дне поймали это движение, 3300 пунктов. Хорошо. Ну, Ripple, Schmitt я комментировать не буду. Хотя в последние 2-3 недели очень плотно занимаюсь этим вопросом. С инвестором у нас и майнинг, и куча других отделов и арбитраж. Я уже намекал на это. Продолжаю этим заниматься. И кажется, все интереснее и интереснее. Ну, с точки зрения высокой рентабельности. Если, конечно, биткоин останется на вот этих уровнях. 14850 сейчас показывает на одной бирже. 14857 на другой. Несколько дней назад, кстати, я поймал... Сейчас этот пункт, вернемся пока. Несколько дней назад я поймал разницу в 1330 долларов. Вот арбитраж, о котором я говорил. Его, конечно, непросто будет сделать. Потому что, как вы знаете, шортить не на всех кошельках. Ну, это люди биржами называют, я называю кошельками. Не везде можно шортить. Это не так просто на одном кошельке купить, а на другом взять, сделать шорт. Шорт дают только реальные биржи. Насколько я знаю. Как минимум, чикагская биржа дает шорт. Так вот, я и подумал, что можно через фьючерс это все делать. Объемы разные, объем контракта. Ну, это решаемый вопрос. Так вот, 1330 долларов в моменте разницы, это колоссальный просто объем. Это 10%, чуть меньше 10% в моменте. Уже никакое угадывание даже не нужно. Не надо покупать этот биткоин чертовы, рипл, шмипл. Просто арбитраж на хорошей иррациональности, на хорошей неразвитости рынка. Это одна тема. Вторая тема майник. Вот тоже очень плотно этим занялись. Калькуляции, расчеты сделали. Вот у нас инвестор 20 карт сегодня еле-еле заказали на сайте поставщика. Оказывается, эти карты купить непросто. Далеко не просто, но практически невозможно. Вторая попытка после того, как релиз был сделан, после того, как люди объявили, что есть новая поставка, с первой попытки не удалось взять. Весь мир охотится за... Ну, это определенные карты, майеры, не просто видеокарты. Так что, наконец, удалось сделать на 20 карт с 9 ордер. И вот они придут, и мы уже работаем над инфраструктурой и будем майнить. Но не просто майнить, а хеджировать, через биржу все это делать. Ну, то есть, там не просто процесс технологический, а еще и биржевой. Вот, кому интересно, пишите. Вот мой скайп. Ну, то есть, поделюсь просто тем, что я делаю. На самом деле, интереса у меня никакого нет. Я сам выступаю как консультант, как мелкий партнер. И вот так удалось поработать над этой темой. Ну, я не первый, я не открыл Америке, но вот Чикагская биржа запустила свое какое число? Девятое. 20 дней назад запустила, 21 день тому назад запустили фьючерс. То есть, до того, как был запущен фьючерс, все это было неактуально. Именно в той технологии, в той стратегии, о которой я сейчас говорил. Окей, фунт. У меня, как вы знаете, пари с одним из участников. У нас стримы идут часто, два раза в неделю где-то примерно. Зависит от данных, от важности. И на этом стриме заключен пари. Адмирал Маккетс выступил, так скажем, спонсором того, кто выиграет, вознаградит на 200 долларов. Пока я 100 пунктов в плюсе от этой точки. 1,34,20 мы спорили. У меня лонг у того VP в 20, у него шорт. Вот посмотрим, что будет. Я все-таки надеюсь, что фунт с такой динамикой роста ВВП и инфляции все-таки сделает эти 400 пунктов. Осталось, кстати, 392 пункта, чтобы дошло до моего тейк-профита. Условного тейк-профита, на самом деле. Я пытался колы на фунт продавать, но особо ликвидности нет. Если всплеск будет, посмотрим, что можно будет сделать. Фунт по-прежнему движется в хорошей, восходящей вот этой линии в канале. Очень четко отрабатывает. Ну нет, не очень, четко вру, конечно. Или мне нужно линию немножко подвинуть постфактум, вот так вот немножко вниз, чтобы касание было. Да, ну в общем-то мы все видим этот тренд. Я бы даже эту линию сделал жирной. Настолько жирной, как между этими двумя линиями. Потому что мы тут не ювелируем, и точного касания никто не обещает. Вот просто будет жирная такая трендовая линия. Касаемся ее плюс-минус 50 пунктов, берем. Боитесь 50 пунктов ошибиться, берите сайз меньше. Хотели лотом, берите половину лота. Хотели половину лота, берите 0.25. Ну то есть лучше уменьшить сайз, чем ставить вплотную стоп-лосс. А еще лучше уменьшить сайз настолько, чтобы можно было без стоп-лосса обходиться. Но это шутка. Хорошо. Что у нас еще тут есть? Евро, GBP. На мой взгляд, евро будет падать и фунт расти. Поэтому евро, GBP, на мой взгляд, должен падать. Потому что по еврозоне тишина. Сегодня, кстати, безработица вышла по еврозоне. Кто следил, знает. 8,7. Это рекорд с 2009 года. Вот ровно уже 9 лет безработица снижается. Но гляньте на эту цифру. 8,7. Она даже не достигла кризисных американских, то есть посткризисных американских цифр. Американцы уже празднуют 4%. Даже может быть 3,9 скоро будет. Сейчас 4,065. Очень близко к 4. А у европейцев еще 8,7. Ну, там понятно, еврозона огромная. Испания, Греция, Италия с одной стороны. Вот, кстати, breaking news по Bloomberg, если кто смотрит, Трамп говорит, что стена между Мексикой и Штатами может быть построена меньше, чем за 18 миллиардов. Ну, в общем, мы нуждаемся в этой стене, говорит Трамп. Ну, ладно, нуждаются, пускай строят. Так вот, по еврозоне безработица снижается, она все еще высокая. Причем, как она снижается? 0,1% снижения было в этом месяце. Ну, если так пойдет, то через год это будет 7,7,6. Еще через год, там, не знаю, 6,4. Это все еще много. Хотя для еврозоны это уже хорошие цифры. Вот можно просто бить. Давайте откроем сайт Admiral Markets. Там есть график. А, ну, там не покажет историю старую, там покажет за 5 лет. Ну, ладно. То есть, для еврозоны это все очень хорошо, но, как бы, темпы роста средненькие, так скажем. Поэтому ни о каком повышении ставок в ближайшее время никто и говорить не будет. А значит, а значит, евро дорога точно не вверх, на мой взгляд. Ну, слово точно, конечно, тут не употребить, но, на мой взгляд. Так вот, если фунт, вы бык по фунту и медведь по евро, евро дживенюру это шикарная пара для того, чтобы хотя бы частично не улететь в обратную сторону. Если вы даже ошибетесь в одной части этой пары, то есть, допустим, евро, и он взлетит, а в фунте будете правы, то курс просто останется на месте. Ничего страшного. А если вы играете в обеих частях, то космическая скорость будет движения этой пары. Ну, что можно сказать, курс уже немножечко упал. Это weekly, да, да, это weekly по daily, видите, уже снижается. Вот если пробьем поддержку 0.87, можем уйти сильно там на 0.85. По крайней мере, я этого жду. Ну, посмотрим, чем это закончится. Даже графически мне кажется, что это просто единственный путь движения. Вот давайте нарисуем евро дживи пи, вот мощную-мощную поддержку 0.8750 пускай будет. Вот я люблю делать жирные-жирные линии, чтобы стоп-лоссы не ошибаться на них. Вот мощный-мощный уровень. Если мы его пробьем, мне кажется, просто уйдем сильно вниз. И картина обратная, вот при достижении особенной, при пробитии, чтобы вот отсюда развернуть, пошли вверх. Ну, не знаю, давно я такого не видел, чтобы такая вот была двойная вершина. Вот прям истоптали дно, и еще одну вершину нарисовали. Все-таки похоже, что пробьем. Ну, ладно, пока рано что-либо говорить. DAX, молодец. Я как-то на TradingView рисовал, что максимумы должны все-таки быть. Америка бьет максимумы, индексы растут, а Германия стоит на месте. Вот, видимо, DAX прислушался. Вот не уверен, что посток у меня не пробили. Надо смотреть у меня на TradingView. Давайте вам в TradingView, там ссылку, кто мне зарегистрировался. Регистрируйтесь, отличная возможность свои идеи публиковать. И дело даже не в том, подпишетесь вы на меня или нет. Дело в том, что вы можете свою дисциплину на TradingView оттачивать. То есть, если кто-то увидел, что вы поставили такую вот позицию, нарисовали, 100-плос поставили, то вам просто будет перед самим собой, перед обществом стыдно менять мнение свое. Кстати, вот последнее IBM очень хорошо взлетело. Сейчас я переключусь. Посмотрите, как хорошо был дан прогноз. Вот здесь очень хороший сигнал. Вот когда мы идем в канале, сделали коррекцию, подтянулись. Стоп очень близкий и бабах, видите, мы уже заходим до верхней границы канала. Стоп просто, это и профит у меня очень высоко стоит. То есть, мы сделали уже 153, 164, 11 долларов с акцией. С плечом это 110. Неправильно говорить в долларах, да? В процентах это в 10 раз больше. Как интересно рисует процент. Сколько это? От 110 процентов. 7 процентов. 70 процентов за несколько дней. Так, о чем я говорил? Да, вот, вернемся. TradingView, вот вам ссылка. Подписывайтесь, лайкайте и заводите сами аккаунты. Можете даже на меня не подписываться, но, если не хотите, но заводите сами аккаунты. Это очень классная вещь. Вы помните свои позиции как минимум. Вы помните то, что вы хотите сделать как минимум. Ну и в конце концов у вас есть там друзья, подписчики, фолловеры. Они видят ваши сделки, лайкают, вы комментируете. Ну, то есть вы вовлекаетесь в эту сделку больше и trading превращается, если он у вас такой, конечно. Trading превращается из кликания кнопок, из простого угадывания, из простого, я не знаю, guessing, да, говорят. Вот такой угадайки превращается в более осмысленный процесс. А это очень важно, чтобы он был осмысленным процессом. Хорошо, идем дальше. Да, переключимся на MetaTrader. Тут, значит, из идей, что интересного было, вот у нас вебинар же называется 4 идеи. Из идей было евро, GBP, собственно, сам фунт, но уже немножко момент упустили. О чем еще мы говорили, я уже забыл. Ну, ладно, вернемся еще, вернемся, идем дальше. USDGP вообще flat, делать нечего, сигнал был дан, он был отработан. Ну, вот сейчас такой flat, что делать вообще нечего. Что у нас еще? ITX, это Zara, Bershka Holding, который владеет этими бумагами. Ну, что я могу сказать? Кто верит в эту бумагу, наверное, можно еще немного подождать и потом уже взять. Я верю в эту бумагу, но вот downtrend уже начался. Это, кстати, weekly, да, weekly, очень сильный сигнал, таймфрейм. И, я думаю, еще можем спуститься в районе 28. Вот там бы я взял такой лоу-костовый, очень дешевый бренд, но очень популярный. Есть и экспансия, и норма прибыли хорошая. Ну, такая стабильная бумага. И в кризис, кстати, я смотрел их статистику за 9 год, там 8, 9, 10. Ничего страшного с ними не происходило. То есть, если сейчас экономика находится на пике, то такие акции не сильно пострадают от того, что будет разворот. Что у нас еще тут есть? Секундочку. Газ. Секунду. Газ ходил, ходил хорошо, теперь немножко шалит, рисует какие-то непонятные вещи. Ну, как непонятные, опять же, в рамках классического графического психоанализа все вполне объяснимо. Но, по мне лично, сигналов нет. Кто покупал, молодцы, у нас в чате в трейдерском кто-то писал, не помню, кто это был, Дмитрий, не помню, кто не помню, написал, что взял газ, вот очень низко внизу здесь, и, в общем-то, молодец, хорошо взлетел. Сейчас на газ влияют запасы, влияет погода, зима, как помните, вот январь начался, холода, рекорды там в Америке были, вот поэтому взлетел газ. Ну, и запасы продолжают показывать и по нефти, и по газу, и динамику. По нефти вообще ужас-ужас, сейчас мы дойдем до нефти, и вы, ну, есть у меня кое-какие мысли. Дальше. Так, что это у нас, это Тесла. Да, по Тесле были новости, по Тесле Илон Маск опять объявил, что задерживает модель 3. И опять у них не получится столько машин сделать, сколько они планировали. Ну, я цифры сейчас не помню, я писал даже статью об этом. Но это не проблема. Почему? Потому что это говорит о том, что сильный спрос. Мощности, понятно, что рано или поздно добьют, вопрос упирается даже не в деньги. Кэш хороший приходит в компанию. Хотя многие уже пишут, что у Илона Маска закончится кэш через год. Ну, во-первых, год это долгий срок. Во-вторых, на все автомобили есть предзаказ и предоплата. Это уже кэш хороший. Ну, вот как бы если за год они ничего интересного не сделают, будут двигаться в таком же направлении, то кэш закончится. Но я не думаю, что для Илона Маска проблема найти финансирование, фондирование, не думаю. Хотя уже, да, есть и зачаровавшиеся. Очень часто звучат мысли, что что-то затянулось. История Теслы и Илона Маска, в общем, как-то не пахнет пока прибылью. Действительно, ею пока не пахнет. Но грузовики продаются хорошо. Там статистика неплохая. 208 штук уже продали. Что еще? Новая модель на расхват. Осталось только их сделать. Но я думаю, еще пара таких сообщений. И инвесторы реально разочаруются в Тесле. Пока Флэт. Вот я брал на 317, 321 добавлялся. Точнее, наоборот, 321 брал, на 317 добавлялся. Именно акции, никакие не опционы. Вот просто взял. Ну, конечно, там опционы были. Я их хеджировал просто с самими бумагами, чтобы не улететь в минус. Но неважно. Вот у меня сделка, позиция по Тесле. 317 и 320. В среднем 319. За бумагу сейчас 337. Ну, посмотрим. Новый High Dust я все-таки выбил. Тем более, опционы через 2 недели стекают. Вот посмотрим, что будет. Пока Флэт. На тройной вершине, может быть, у кого-то будет желание зайти. Посмотрим. В Шорт зайти. И просто такая сейчас эйфория. Мне бы страшно было заходить в Шорт. Снэп прекрасный нарисовал просто вершины, прекрасную фигуру. Давно я не видел такого четкого теханализа. Вот просто такой флажок. Уход на новый этот самый. Неудачно. Развернулись. Коснулись этой линии. Ну, просто прекрасно в теханализе можно торговать с небольшими стопами. И вот, наконец, Боинг. Посмотрите, просто улетел в космос в дикий рост за год. Уже, получается, прибавил Боинг. Значит, сейчас, начало года, вот возьмем, 160-320. Ровно в 2 раза. А за полтора года, может быть, даже в 2,5 раза вырос Боинг. Не знаю даже, что здесь делать. Я все еще маленькую позицию шорта держу. Вот мой безубыток где-то на этой красной линии. Но он был еще ниже, я менял позицию. Там Путов продавал, откупал. Копейки, конечно, получались откупал. От позиции откусывал, да, в сторону прибыли по чуть-чуть. Но думаю, может быть, где-то вот здесь у меня безубыток. Все-таки это еще далеко. Еще чуть-чуть, и я буду крыться дальше. То есть по 50 акций закрывать. Это уже затянулось шутка. Вот, наверное, самая моя крупная ошибка за последние полгода. Я построил конструкцию на Боинге опционную, но не закрыл ее тылы. И вот так сижу, жду. Чего жду, не знаю, но посмотрим, при первой же коррекции выйду. Будет ли она. Ну, Биткоин я не комментирую в ценовом смысле. Apple и Microsoft тоже пока ведут нормально, здесь делать нечего. Нефть. Наконец-таки нефть. Мощный-мощный тренд восходящий, мощный импульс. Связан он, в первую очередь, с запасами не с ОПЕК. ОПЕК давно уже забыт. Связан он с запасами нефти в Америке. Точнее, запасы это подтверждение того, что ОПЕК год назад и в ноябре сделал все правильно, достаточно агрессивно. То, что они сделали, работает пока. Вот ждем американцев, которые придут и откусят, отожмут этот кусочек. Но пока они не приходят. Количество буровых растет медленно. 347, 351. В общем, странно, конечно, что американцы пока не могут при таких-то ценах 62 активно бурить, добывать и продавать нефть. Вот пока не получается у них. Так, я вижу вопрос. Ирина, скажу, сколько по времени длится ваша сделка? Вы про какую? Я упустил, к сожалению, графики смотрел. Про Боинг или про что? Про Боинг могу сейчас посмотреть. Я продавал, значит, 260 где-то у меня сейчас средняя. Да, даты тут нет, когда я продавал. Но посмотрите, когда было 250, вот тогда я и продавал. И вот с тех пор жду. Наверное, 3 месяца уже точно есть с осени. Я, наверное, выйду все-таки, сфиксирую убыток. Там убыток равен двухмесячной прибыли. То есть, вот, 5-6% я, наверное, зафиксирую убытка. Очень не хочется, но я и так дисциплину нарушил. А теперь еще и жду дальше. Но опционы помогли мне откусить, ну, допустим, 10% вернуть. Ну, 15, не больше. Может быть, дождусь коррекции, еще мощный поток продам. А, в среднем, ну, я же не на спорте торгую, поэтому на опционах у меня 3-4 месяца. Одна конструкция, это истечение у меня через 3-4 месяца. Если я взял акции, то по-разному. По-разному, ну, терпения на несколько месяцев у меня не хватит. Но сейчас посмотрю. Вот у меня в портфеле, значит, лежит еще и Тесла. Ну, это недавно куплено было. В другом портфеле лежит... В другом портфеле у меня лежит... А, Рус, год, наверное, лежит. И что еще у меня есть? И NVIDIA есть, Short. Где-то месяца 2-3 тоже. Вот так все, вот чисто акций, вот столечко. А, индекс волатильности. Но он у меня хеджирует, это даже не важно, я его откупаю в 1 месяц. Вот, NVIDIA тоже жду, никак не упадет. Вот, эта эйфория с биткоином вроде, да, прошла частично. Более того, NVIDIA выпускает видеокарты, которые менее эффективны уже давным-давно. Так что, не знаю, в чем дело. Почему не уходят из NVIDIA. Ну, просто все растет. Весь хай-тек растет. Вот, абсолютно все. Netflix, NVIDIA, Microsoft, Apple, правда, еще не вышел на рекорды. Так что, тут сваливать на какую-то конкретную бумагу, на сток пикинг, я бы не стал. Так что, скорее всего, дело в том, что на рынке эйфория, на рынке очень много денег, они выходят куда-то в идеи. Идеи на американском рынке достаточно неплохие, потому что P-Ratio по индексам неплохой. Есть акции, у которых вообще 12-13 P-Ratio. Так что, вот, рынок находит реализацию на фондовом рынке, на рынке капитала в акциях. Так, идем дальше. Что у нас еще есть? Этот индекс доллара, тоже не вижу ничего интересного, что бы он нарисовал, обратное от евро. Золото, очень хорошо росло, росло, росло. Вот видите, красная линия, я не знаю, когда я ее рисовал, наверное, да, старый кутовень. Дошли до нее, немножечко пробили, развернулись. Все-таки я буду смотреть Выкли. Да, на Выкли, как мы говорили, мы очень хорошую пробили линию, очень-очень долгую, с самых максимумов 2013 года. Вот до сегодняшнего она была, мы ее пробили. Дали еще один откат. Я не знаю, Вы видите ли, нет? Да, видите, дали еще один откат. Ну, немножко не дошло до минимумов, и рынок отрос на 100 долларов минимум. Да, сейчас посмотрим, насколько 100 долларов минимум. Нет, 89. Так что, еще одна коррекция от этой коррекции я бы, наверное, взял. Со стоп-лопом, со стоп-лопом от предыдущего минимума. Не явно, конечно, но графически пока кажется, что рынок все-таки верит в рост, нежели вниз. Ну, Вы знаете, обычно у фондового рынка и у золота корреляция немножко обратная. Если на фондовом рынке все хорошо, люди уходят в золото, потому что есть другие идеи. И наоборот, когда фондовый рынок падает, не всегда, в 2008 году так не было, золото начинает привлекать как убежище, актив-убежище. Как это называют, тихая гавань. Сейчас растет все, и тихая гавань, и не тихая гавань. S&P, новый хайп, 2758. Вот было сегодня. Видите, как усилился тренд. Вот мы, видите, вроде в канале растем. Мы вышли из него, не укладываемся уже в этот канал. Темпы роста рынка сильнее, чем вот эта вот дорожка, тропинка. И, в общем, да, это было подтверждено, и рынок улетел на очередные 100 пунктов. 2600 там с чем-то, 2700 с чем-то. Хотя 100 пунктов сейчас не очень много. Надо же проценты считать. Что такое 100 пунктов для уровня 2600? Вот одно дело от 1100 пунктов, это 10%. А 2600 это намного меньше. Французский индекс КАК-40 тоже близок к максимуму. Может, даже побьет. Максимумы, не знаю, брать ли здесь, не брать. Но, в общем-то, если вся Европа будет новый максимум показывать, то и французский индекс покажет. Даймер, по крайней мере, уже на уровнях 2015 года. То есть побил максимумы предыдущие. Три штуки были, вот три раза были максимумы. Побил и ушел на 2015 год. Вот эта вот вилка очень даже неплохо смотрится, как графическая модель. Вот от нее, по крайней мере, можно было работать. Не знаю, сейчас поздно, но можно было. Ну, это, конечно, бренд достиг 70 практически. Очень мало осталось. Послужит ли этот уровень сопротивлением для нефти? Не знаю. По крайней мере, вот в таком канале растем неплохо. Сейчас я сделаю жирный, кстати. Давайте, чтобы этот уровень отслеживать дальше по бренду. Что у нас с парным трейдингом? Кстати, не знаю, почему Роман не объявляет. Пора уже для курса нового по парному трейдингу. Давайте просто посмотрим, что происходит на ценах на нефть. Насколько парный трейдинг. Вот помните, когда мы летом делали, потом осенью, спрейры доходили до 7-8 между брендом и WTI. Давайте проверим сейчас. 62 и 9, ну почти 63 и 69. 6 немного сократился. То есть те, кто заходили по 8, 8-20 были, сейчас уже в прибыли. Тут и свапы сокращены, они уже такие божеские. Так что можно делать. Но все же 6 это все еще много. 6 долларов спреда, потому что нормальное, в течение последнего года полтора, нормальное соотношение это спред в 2.30-2.40. Вот это прям такая средняя-средняя линия. Постараюсь уговорить Романа, чтобы вебинар бы случился уже в этом месяце, в конце января. Много мне и скайп пишут. Так что, если кому интересно, подключайтесь. Это одна из работающих методик. Вот я не люблю на рынке шальные идеи. Даже теханализ не всегда хорошо работает. Даже можно сказать, что он работает 55 на 45, не лучше. А вот парный трейдинг, арбитраж, уж тем более арбитраж. Но арбитраж сейчас кроме биткоина нигде не сделаешь, потому что все рынки развиты, везде уже есть развитая инфраструктура и достаточное количество спекулянтов. Так что парный трейдинг, наверное, максимум, на что можно надеяться трейдеру с точки зрения простой идеи, реализуемой идеи, на нефти он очень даже неплохо реализуется. Это, по крайней мере, доллар-два долга, пару месяцев. Хорошо. Тут делать нечего. По бренду я лично и шортить не собираюсь так быстро, где попало, и покупать не собираюсь. Посмотрим, что будет. Все, наверное, да, вот тут все уже прошли, все идеи рассмотрели. По крипте не спрашивайте меня, я в этом не спец, только по майнингу, может быть. Если кому будет интересно, поделюсь в чате. Расчеты, калькуляции, чего да как. Уже специалистом станешь и в вентиляции, и во всем. Я обошел несколько людей, которые вот так вот майнят на дому, да, грубо говоря. Но не совсем на дому, хотя я знаю этого человека, который на дому, майнит на S9, на самую мощную, на самый мощный майнер. И он говорит, что не очень-то и удобно дома майнить, совсем неудобно. На 20 видеокарт, понимаете, видеокарты разные. Если вы говорите о том, что я говорю, Antminer S9, то там окупаемость по той цене, по которой мы взяли, 2300 долларов у производителя, прямо у поставщика, еле-еле поймали цену. Очень многим не удалось это сделать, потому что там буквально несколько минут держится поставка. Кто успел по всему миру, тому и раздали. Так вот, окупаемость будет 3 месяца. Потому что он майнит, при нынешнем хеш-рейте он майнит, сейчас скажу, 0,07, 0,09. 0,07, 0,09 биткоинов в месяц. Биткоин сейчас стоит 14,930, ну 15 тысяч, умножаем на 15 тысяч. 1051. Электричество в нем составляет 47 евро по нашим ценам. Ну 50 пускай будет, тысяча долларов, чистая прибыль. И если мы его купили за 2300, там дорога туда-сюда, то 2-3 месяца. Ну не 2, точно не 2, чуть больше 2. 3 месяца. А если подрастет биткоин в цене, то будет, конечно же, 2. А так 3. Это, конечно, Эврика, какая-то очень нездоровая ситуация. Я долго к этому, вообще к этой индустрии крипто относился скептически, потому что когда тетя Зина из маленького города, из-под Ярославля, ну образно, неважно, из Твери, из Тамбова, из Владивостока, неважно, тетя Зина бросается покупать альткоины, для меня это просто сигнал к тому, чтобы к ним не лезть. А майнинг куда более интересная тема. Арбитраж вообще шикарная тема. Этих бирж, кошельков десятки. Найдите 5 самых лучших, надежных, закиньте туда по чуть-чуть и делайте арбитраж с Чикаго. Но, огорчу вас, на маленькие суммы не получится, потому что на чикагской бирже, на одной бирже минимальный объем контракта, 5 биткоинов, посчитайте, 75 тысяч. На другой один биткоин, 15 тысяч. Поэтому для мелких сумм не получится. Вот у меня сейчас клиенты есть, инвесторы, будем с ними объединяться и делать этот арбитраж. Я думаю, он сходит на нет, возможность арбитражировать. Но нет, вчера, вот буквально смс написал инвестору, у меня в телефоне даже есть. Цена, значит, на одной бирже была, сейчас, на одной бирже была, где это сейчас картинка, я прям скриншот сделал на телефоне и выслал. Сейчас, секундочку. Вот, нашел. Значит, на бирже было июньский фьючерс 15 тысяч 200, а на двух других площадках, на двух других площадках было, сейчас точно скажу, на двух площадках было 14.065 на одной и 13.521 на другой. То есть, между 13.521 и фьючерсом 15 тысяч, там, 20, или сколько я сказал, цена была, разница была ровно, если быть точным, 1329 долларов с одного контракта. Конечно, эти контракты в ноль, прям один в один могут не выйти, но это один и тот же товар. Надо понимать, что не бывает двух разных биткоинов, разных сортов, разного цвета. Это один и тот же товар, он не может стоить по-разному, если при прочих равных. Так что, рано или поздно, к истечению фьючерса, это временная стоимость, контанга мы называем на фьючерсе, или что-то другое, не важно, рано или поздно, эта разница должна опуститься 200-300, неважно, даже 300-300 это хорошо, потому что 1000 долларов будет чистая прибыль. Вот так на ровном месте можно сделать. Мы пока не начали, потому что пока все кошельки откроешь, пока подтверждение, пока сейчас еще и майнинг сверху, куча дел, так что спрашивайте у меня, часто напоминайте, я буду отчитываться о том, как эти дела идут, как это происходит. Для меня это тоже что-то новое, что-то дикое, а я не верю в то, что это система, это индустрия, очень долго будет вот такими темпами развиваться, иметь такие большие разницы в ценах, иметь вот такую не разовую инфраструктуру, или она развалится до какого-то уровня, или наоборот разовьется до более высокого уровня, тогда арбитраж пропадет. Но пока это есть, я решил этим пользоваться, я решил это делать. Ну и тем более майнинг, пока биткоин стоит достаточно высоко, себестоимость 700, мы посчитали 700, то ли доллар, то ли евро, у меня в Excel все лежит, а цена 14800, это дикая разница. И кстати, кто говорит, что электричество важно, чтобы было дешевым, знаете, не важно, где-то будет 47 долларов на 1 из 9 в месяц уходить, электричество, где-то 63, ну, не очень большая разница, где 47, там и 63, ну, бог с ним, у кого-то 6 центов киловатт, у кого-то 9, у кого-то там 12, это не принципиально. Ну и важно хеджироваться. Окей, давайте тогда завершать, заканчивать, немало было всяких идей, мыслей, я и от вас жду, конечно, все время каких-то идей, но в чате не так много людей, которые готовы делиться, что-то обсуждать. Людей сегодня мало, после праздников, все не отошли, большинство моих знакомых в соцсетях, пишет мне, что после праздников работается не очень хорошо, а мой ответ один, если вы любите работу, если вы тащитесь от работы, вы наоборот будете ждать, пока эти праздники закончатся. Вот я, например, 1 числа мне было грустно и скучно, потому что рынки были закрыты, ну, большая часть американские, а теперь мне весело, даже несмотря на то, что Боинг идет против меня, он 17 тысяч уже по общей позиции, ну, могли бы взять на 17 тысяч больше, если бы я хедж не закрыл, но все равно весело. Так, пишите, пишите вопросы, пишите, что бы вы хотели еще услышать. Впереди у нас стрим, в среду, завтра, наверное, будет, я не уверен, потому что в среду выходят запасы, дальше у нас в этом месяце будет немало интересных вещей и по Америке, и по Британии, по ЕЦБ, так что будем встречаться с вами чаще, в стримах, вы уже видели, наверное, на канале в Ютубе уже есть новый дизайн, новый формат вебинаров, вот Роман снимал уже ролики в новом формате, не в студии, но в офисе, так что вот Ан пишет, плюс один, то штаты отдыхают, то РФ до 8 января, скучаешь по рынку, да, я тоже скучаю по рынку, когда вот не бурлит, котировки не бегают, нет разных графиков на разных мониторах, тут Bloomberg что-то говорят, там CNBC, сегодня, кстати, объявили, что Астон Мартин, производитель автомобилей, легендарный автомобиль Джеймса Бонда, выходит на IPO, так что смотрите, Феррари вышел, утроился, Тесла вышла, знаете, во сколько раз Тесла взлетела от даты IPO? 18 раз, IPO Теслы было 20 долларов, вот сейчас 360, ну было 360, пару недель назад, 18 раз, вот так, а Феррари, у нее тикер Рейс, на бирже, она взлетела в 3 раза, выходили что-то там по 40, и было 120, в цифрах не скажу, в общем почти в 3 раза не взлетели, так что следим за IPO Астон Мартин, посмотрим, как они реализуют, размещение первичное, они хотят выйти на 5 миллиардов пунктов, то есть 6,8 миллиардов долларов, в долларах, ну не очень много на самом деле, и что еще сегодня было, да, и Seagate вчера вырос очень сильно, это производитель жестких дисков, если кто не слыхал, ну такие чисто корпоративные новости, я постоянно отслеживаю, на слухах о том, что они держат большой объем в Ripple, в криптовалюте, то есть, то, что они сотрудничают, это факт, но ходят слухи, что изначально Seagate входил как партнер, и теперь у них может быть вот этого Ripple, этой криптовалюты достаточно много, а это значит, что на 7-8 миллиардов они могут быть дороже, чем есть, а минуточку Seagate стоит 13 миллиардов, производитель жестких дисков, правильно я говорю, Seagate, да, так он называется, стоит 13 миллиардов, и если слухи подтвердятся, то у них 7 миллиардов только в Ripple, под капитализацией текущей, вот так, и точно так же вырос Western Union, ну вы знаете, это платежная система, денежные переводы по всему миру, ходили слухи, что они плотно сотрудничают с Ripple, ну понятно, они теряют рынок, для них это просто катастрофа, для этих платежных систем, если мир перейдет на крипто, на Ripple, так называемый, чисто банковский крипто, банковская криптовалюта, то Western Union будет не сладко, вот они решили уже пойти на данном этапе, чтобы не упустить, вот такие вот новости, окей, всем удачи на рынках, всем хороших будничных дней после праздников, жду вас на стримах, следите за новостями, дальше у нас будет, наверное, курс по...